Слава Богу за все Слава Богу за все Слава Богу за все Кроме как от православных священников Притом ни один Книги мои не читал Меня в глаза не видал Но он люто ненавидит Как он только Инфаркт не получает при встрече Вот это удивительное дело Первый раз встречаюсь, он не видел А мне сказали, преподаватель В семинарии, преподает в Томске Я разговариваю с ним Но тот что-то читал, видел Я пришел в встречу с епископом С ректором его нету Если бы Маша был, он бы, наверное, меня Полностью уничтожил, испепелил бы Такая ненависть, прямо пылает А мне сказали, ну я живой перед тобой Ну спроси меня Я исповедую свою веру Ну спроси меня Ну судить ли суд не выслушав Павел говорит, почитаю себя счастливым Что могу защищаться Мне этого счастья они не дают Я окружен тысячи устных уст Тысячи уст хулят день и ночь И где, где я к ним соприкасаюсь Я вот сегодня попрошу кое-кого выступить У нас наши братья и сестры Некоторые в отъезде, живут в других местах Сегодня они приехали сюда Ну и, видите, никто не готовится Как-то информация на мне Я хочу с вами поделиться Первый, это наш гость из Семертау Михаил Кальмаев Вот он, ну можешь не вставать Так рассказывать желаешь, можешь встать Расскажи, как у вас там Обстановка в Кемеровской области Это самая тревожная, самая злостная Самая климитическая епархия Мои книги изымают По библиотекам рассылают Изъять, сжать, что и прочее Беснование самое настоящее Буйное демоническое действие Я не могу на них выйти Что вызовите меня Я перед вами выйду и отвечу Ну, конкретно покажите Хоть слово или страница Ни одной нету А что, это как вестарионного братства Белое братство Там звенящие кедры Анастасия Они как сумасшедшие У нас литургия божественная идет Только что закончилась Наш смещение служит вместе с Московской Патриархией В Покровском соборе С епископом вместе Им это не нужно совершенно Почему? Дух лжи вошел в уста Мы считаем это при пророке Михея Но нигде не написано, что он вышел Надо до конца доходить Мы вот сегодня слышали Десять прохоженных исцеленных Один только пришел У нас сколько из общего ушло? На десять человек Один благодарил, что он получил здесь Сейчас выстроили один ролик И священник Он бывший пятидесятник Ну город Братск Это Иркутская область Ну теперь батюшка с крестом У него берут интервью Конечно не на нашей аппаратуре записывают Все прекрасно, чисто И он говорит Я был неверующий Там пил, курил Ну все у меня было Ну вот С запозданием конечно в Сибирь Приехали кого называют сектантами Пятидесятники И я уверовал в них Как много от них я получил хорошего Я от всего этого отстал Дальше появились харизматы Тоже пятидесятники Но на другом уровне Я пошел туда Стал благовестником Там руководителем Но чувствовал В душе не хватает чего-то Где церковь-то? Каждый называет себя церковь А где она единая? И он пришел к православию Принял в Московской патриархии Он служит Но мне дорого то, что он Не хулит то, что где он был Я тоже среди пятидесятников Обратился Я постоянно подчеркиваю Пишу А мне говорят Это портит вашу биографию Другое дело Когда цельная натура Родился Ну из православного подала И прочее Ну православный Весь запаха тебя православный А ты был Родился в киржатской семье Теперь Уверовал пятидесятники Как он? И вот брат Он в прошлый раз рассказывал Как он уверовал Расскажи Что у вас было за это время Как ты уехал И сейчас вот Родился Ну сегодня причастник Ну что То, что Игнатий Тихонович Сказал Все правда Так и Такое и есть поведение У священников Ну не у всех Я вам скажу Некоторые священники Понимают, что Где правда А где ложь Но они Не говорят Не выступают И Как бы Бояться Что-то говорить В общем-то Чтобы не повредить себе Ну а у нас Что получилось После нашей поездки По Кемеровской области Ну Игнатий Тихонович Дал там Раздавать Вот эти вот Приглашения В библиотеку Ну Нина Ивановна Которая здесь была Она это По Осинникам Там город Осинник У нас есть Филонова Ну и естественно Тут пошли слухи Такие Что она распространяет Книги И книги Еретические Там Всякие разные И пошли слухи От кого Именно действительно От священников Там есть Такой отец Максим И Игумен Пимен Вот Отец Максим Этот Он Начитанный Образованный Молодой человек Считающий себя Знатоком Священного Писания Но к сожалению Как Игнать Тихонович Сказал Что они не читают Они берут Это По слухам Один сказал Другой повторил Третий это принял И это все Распространяется Никто не исследует Того Что Правда есть или нет В тех словах Которые там Это говорятся Говорится Нина Ивановна Забрала священника Себе На Она за ним Ухаживает Отец Сергий 88 лет Ему уже Сейчас будет Вот Ситуация такая Я коротко Расскажу вам Это Что До того Как мы приехали Сюда В прошлом году К вам Потеряя В первый раз Этот батюшка Отец Сергий Нас благословил Поехать именно Сюда У него были книги Ну Три книги Я как раз Это и читал В общем Мы приехали сюда Потом Уехали И обратно Потом уже приехали И Покрестились Вот этот момент Категорически Не воспринимается Никем Из священства Что Они считают Что Вот это крещение Они называют Его повторным Хотя Тут Совершенное Заблуждение Ошибка То есть Не было первого Крещения По сути дела То есть Ну Тут ложь Ложь Вкралась В это Таинство Называя Крещением Тот обряд Который делают То есть Человек стоит на полу И никуда он не погружается По сути дела Ну Какое же Это Здесь Это Соблюдение Это Канонических Правил Никаких нету Ну И в общем Ну не принимают Они это Ну наш батюшка Категорически Не принял Это все И он В отсутствие Нина Ивановна Уехала к себе Домой А я был На работе И Его Он ушел В монастырь Убежал От нас Вот Каким образом Ну То есть Как он Объяснил Уже там В монастыре И Игумену Пимену Что он Говорит Я не могу жить Сектантами Потому что Это Соблазнительно Для Прихожан Вот Это Произошло Великий пост В Страстную Седмицу Как раз Ну что Вот мы приехали Этим летом Я привез Маму Там Сестру Нины Ивановны Галину Они тоже Покрестились Ребятишек Привез В лагерь Стан В общем Все Слава Богу Хорошо было Вернулись Обратно Нина Ивановна Говорит Мне хорошо Без батюшки Я одна Я могу читать Слушать В общем Я занимаюсь Ну Своим духовным Просвещением Никто Мне не мешает Но ситуация Так Изменилась По воле Божьей Что Отец Сергий Там Очень сильно Заболел И его Отправили В реанимацию В реанимации Его привезли Положили И все уехали Ну а врач Который хирург Там Он говорит Что это Нина Ивановна Почему никто Не приезжает Старик лежит Никого нету Никто за ним Не ухаживает Она поехала К нему И тот Кто нас Говорит Называл Сектантами Ну мы Как бы Сделались Батюшка Это говорит Нина Забери меня Отсюда Забери Не могу Я говорю Забери Плачет Сам И говорит Забери Ну он говорит Я как тебя заберу Ты уехал Монастырь Ты монах Я же не могу Это нарушать Канон Это Вот Ну и нельзя Это без разрешения Ну как это Ну в общем Она уехала Потом Его из реанимации Перевели в палату Она опять К нему поехала Приезжает Он тоже самое Ну уже одетый Ну Весь переживание Говорит Нина Забери меня Забери Я не вернусь В общем туда Сын его в Москве Священник В Троице Сергиевой Лавре Он там Служит Он звонит Нине Ивановне Говорит Нина Забери его Я тебя прошу Она говорит Ну на меня же Все нападут Меня будут Как это Я заберу из монастыря Монаха Он подчиняется Епископу И как он это Тут вообще Это нарушение всех канонов Всех правил Как говорится Которые установлены Но тем не менее Он говорит Я беру это на себя Это вопрос Она его забирает На такси вызывает Привозит Он уходить не мог уже Он приехал У него Ему дали келью маленькую У него был до этого большой дом И огород Он там гулял Ходил Там что-то делал А тут маленькая келья Практически не выходила Зубов у него нету Безможно Питание у него было такое Что со стола Все едят То подадут И он ест А старый человек Желудок не работает Как надо Ему Нина Ивановна Все делала Натирала Да В общем уход был очень хороший Ей сколько лет Нине? 63 года Она сама Сама больная Ей было очень тяжело Это делать На этот шаг решиться Она уже сказала Она помолилась И говорит Ну это воля Божия есть И она его забрала Ну и вот Она забрала А туда В палату Приезжает с монастыря А там Батюшки нашего нету Ну и вот Что получилось Это Как так? Как она могла Забрать Священника? Какое имеет право? И так далее И так далее Да еще бы Ладно Забрала А он ушел Тем Которых называл Сектантами Да Это понимаете Бог так повернул Что Ихняя неправда На их угол уже Обратилась По сути дела Понимаете? То есть На словах Мы можем Что угодно говорить Они вот сказали Они это слово Они как бы сказали И все И не отвечают За то Что они сказали Они не чувствуют Что это Понесут Какую-то ответственность Лже-свидетель Не спасется Лжец Будет наказан Понимаете? Вот А тут Ну Ним ничего не докажешь Понимаете? Если тебя не слушают Вот как Игнать Игнать Тихонович Говорит Я стою перед ним А он это Меня это Хочет это Ну Готов Сгрызть И так оно И везде Получается Ну а Господь Бог Так повернул Что Не словами Так делами Понимаете? Вот И на деле У нас вот такая Ситуация получилась Сейчас Отец Сергий У Нины Ивановны Находится И Они очень сильно Домогались Чтобы он Дал объяснение Как он верует Отец Сергий А он страшно боится Быть сектантом А они его Это Пишут ему Письма Пересылает Бумаги Напиши Как ты веришь Чтобы проверить Его уже Может быть Он сам уже Такой же стал Как мы Но он таким не стал Он каким Таким Таким Остался По сути дела Но единственное Может быть Женщины Это Раздетые Мужчины Тоже Ну эти Шорты Или как там Они ходят Летом В общем Ну Ему категорически Не понравилось То что происходит В монастыре Торговля Там Это все Прочее Он никуда Чтобы вас Милиция встречает И почему На вахте Майор Майор Или заниматься Этим делом Вахтером Там же Майор Это же Звание Не пропускает Допрашивает Но я не к милиции Приехал Я приехал К моему отцу Отец Патриарх Я хочу Побеседовать У меня Интересное Предложение Есть Мне Откровение От Бога Было Ну а там Шагов пять Пройдешь В этом же Помещении Там Говорит Закуток И там Сидит Священник А другой Кто спрашивает У него Погоны Не торчат Из подряд Он говорит Нет Погонок Я не видел Ну Разговор То же самое А зачем Тебе нужно Да зачем Ну Ну хоть Пустите меня Где там Секретарь Какой-то Побеседовать Я хочу Письма Или как-то Оставить Я верю Каждому Слову Со мной Так всегда И было Если я В прокуратуру Написал Тридцать восемь Писем Тридцать восемь Ответов Получил В краевой Администрации Я пятьдесят два Раза обращался Ну мы строим С нуля Ну мы То есть я говорю Мы Это значит Наши люди Поселок Потеряевка Там получить Статус Пятьдесят два Ответа Получил Так они Назначают комиссии Едут туда Людей Специально Подбирают Начальников Отделов Краевая Прокуратура Зам Прокурора Приезжают Там полковник Милиции Ну Но здесь Никак Нету Ни разу И нигде Я других Спрашивал Вы писали В епархию Писал У нас был Отец Павел Сколько он писал Его Он снял С него Просто одежду Местный епископ Содрал С него Все Обворовал Его Мы Посчитали На сколько Тысяч Рублей Магнитофон Отобрал У него Рясу Отобрал Ну Рязку Не Ризу Крест у него Серебряный Был По сегодняшний День Не отдает И Ханон Говорит Нельзя Жаловаться Мирским Властям А Сырковного Суда Не было Никакого Это Нигде В мире Такого Нет Чтоб Тебя Ограбили Нельзя Было Пожаловаться Вышестоящему Для восстановления Справедливости Это Только Православной Церкви Патриархии И он Писал Помогал Очень Грамотно Составлять У нас Напановил Был Монах Ни одного Ответа Ни из Эпархии Ни от Патриархии У меня Есть люди Которые Достойны Того Чтобы Обратить На них Внимание Они писали Хотели Встретиться Ни разу Никому Не ответили Такого Пренебрежения К своему Народу Такого Предрения Нигде Нету У Изучников У Коммунистов Нету При Коммунистах Я писал Ни одного Запроса Не было Безответным Но я иду И торгую Порнографией Прямо Киоски Я тоже Сел Быстренько Написал Или даже Помню Позвонил Уже к вечеру Иду Киоска Нету Не то что Продажа Киоска Нету Они смели Коммунисты Как смотрели За нравственностью Я не могу Это не вспомнить Ну а теперь Этот Фризен Он Зам Главы Администрации Города Там прекрасные Люди Здесь вообще Как будто бы Сидят То ли Никого нету Одни манекены Никого вообще нету Никто не отмечает Стучи Не стучи Бей Не бей И вот Когда они стали Их презирать Там с ними Клеветы распускать Что там И дальше что было Ну Клевету распустили Когда Началось еще Когда она От вас серьги забрала Тут вообще Они как бы На дыбы устали И Была надежда такая Что они все таки Пойдут дальше Не просто слова Будут говорить Ну А они все таки Постараются разобраться В чем суть Все таки это Понять Почему Мы такие вот Почему это так получилось Но к сожалению Все Вот Ничего И никто ничего Не хочет делать Они сказали Не забыли А просто Они не чувствуют Ответственности За свои слова Они считают себя Ну Как бы Вознесенными На таком пьедестале Что если он Сказал слово То это так Оно и должно быть Как бы сказать Такие оракулы Современные Современные То есть он сказал Значит Это истина В последней инстанции Все Тут ничего не надо Доказывать Ничего не надо Объяснять Никого не надо Спрашивать Я знаю Что они сектанты Этого достаточно Все Но люди Которые стали Приходить К отцу Сергию А к нему Многие приходили Еще когда он был Еще это Возле храма Жил там в домике Люди Слышат то Что говорят Ну про нас И когда они приходят Они видят Совсем другое Понимаете Они видят Что здесь нету Никаких сектантов Что самые нормальные Христиане Православного Вероисповедования И люди Уже своими глазами Видя это Они Не надо Мы даже слов Каких-то не говорим Особых Просто мы Ходим в храм На службу Молимся Исповедуемся Причащаемся Они даже Вот это Самый главный Такой момент Где это Истина Они проверяют Истину Причащайся ли ты Исповедуешься Это Для них Это самое главное Ну спросили бы Вы причащаетесь Исповедуетесь Ну сказали бы Причащаемся Исповедуемся Нина Ивановна К ней ездит Это Игумен Георгий И батюшка у него Исповедуется В общем это Ну Собственно говоря Им это не надо Чтобы мы Знали О нас Правду Я так понимаю Им нужна Им не нужна Вот эта община Не нужна Вот эти слова И книги Потому что они Имеют такой Обличающий характер Именно правдивый То есть обличают Не просто так А любовью Обличают Чтобы исправиться Можно было И не где-то со стороны А изнутри церкви Понимаете Это заноза И заноза так сильно колет Что Ну не хотят Они даже это слышать Понимаете И все заглохло Ничего не стало Ничего нету Ладно Я хочу сказать Бывают неверующие Люди Ну как сказать Несерковные Так можно Совсем неверующих Там может никого и нету У меня Когда фотографии Фотографируют Там Каспришев Волобоев Из Реоновости Приехал этот Кряжев Большие такие Известные фотографы И все фотографии Когда они снимают У меня сразу Заранее Они все сразу Мне отдают Даже сами не пользуются Без селекции Так назовем И вот У меня Когда они ужаты Я не могу их Теперь где-то употребить Я их заранее ужимаю И я потерял Вот эту фотографию Но когда я увидел Ее что Игумен Игнатий Душаин Выпускает крещение На корочке стоит По благословению патриарха Я тогда позвонил Автору Это Павел Федорович Безруков Я говорю А фотографии у меня Такой нет Как нет Я все отдавал Ну По небрежности Я ее ужал Она в ужатом виде А мне надо целую Ну и тем более Главные фигуры здесь Кто крестится Это Пупков Сергей Павлович Хотелось ему Это человеку Я позвонил И что вы думаете Он на целый диск Одну фотографию Только записал И привез мне Передайте И сделал фотографию На это Посмотрите как Это люди Которые не церковные Насколько порядочные Насколько хорошие Передай Одну фотографию На целую Я говорю Ты что делаешь Да как же Вы же просили Ответственность Здесь ничего нету Я сделал подсчет Когда увидел Что Кемеровская епархия Бунтует Просто лопается О злости Я тогда У меня список идет В какие библиотеки Какие города Ездили И в каких местах Мы подарили Церквам Полные 38 книг Наших книг Старая цена Это 12 тысяч Нынешняя тоже 25 тысяч стоит Полная цена Всех этих книг Ну я искал повода За что зацепиться Почему В одном городе даю А в другом нет Где-то батюшка служил Я в тот город Ага Из Силькуль Ну да батюшка там служил Мой брат Теперь Анжера Суржинск Смотрим на карты Там служил убитый Яковлев Отец Григорий Ради него Я еду совершенно в сторону И священнику дарю Там город нашел один Там служил Отец Александр Пивоваров Болотная Я туда еду Тоже в сторону Совсем приезжаю И говорю Тут служил Дорогой батюшка Погибший Отец Александр Пивоваров Магистр богословия У него на дому Вот эту семинарию Кончал наш батюшка Я и мой брат Павел Ради этих людей Я говорю В память их Я приехал И дарю Дарю не в библиотеке Библиотеке Само собой подарил А именно На церковную библиотеку Никто не бунтовал Только одна Кемеровская И она развела Такую деятельность Как будто Это самые лютые враги Нашлись на земле Которые стали Все рвать и метать И в библиотеке Залазить Это безумие Мирская библиотека Им не подвластна Они давай готовят Специальное послание Что в библиотеке Книги отказались А они не православные Почему? Потому что Они написаны В пророческом духе По библии Священники Это лютые хищники Разбойники На пути к психе Пророк говорит О них что сказано? То вы не заботитесь О вовцах Вовцы сделали С добычей Всякого зверя У меня 3000 ссылок Из библии В каждой книги Я посмотрел В Новосибирской области Я подарил Отдельно Я еще частным Священникам дарил Это уж я не считаю Даже Но в частной библиотеке Они не могут взять Было так Что Начальник один Над библиотеками Это отдел Культуры района Я единственный раз Подарил полный комплект Ему За его отношения За то что он Открыл нам везде двери Может быть Это слишком щедро Но по другому Нельзя было Настолько-то возвышенно было С такой радостью Он пошел Сам ящики носит Наши Ну так Такое дело Я тогда по графику Посмотрел Там две В Томской области Две В Кемеров Семь В семи библиотеках Ну и тут Не трудно догадаться Что где две Там не тронута А где семь Я стал теперь Как огня бояться Не только архиереев Не только архимандритов Но и смещенников Притом Ему лично подарил А стали везде Говорят А наш батюшка Он тоже получал От Игнатия И он уже Опережая всех Несется в епархию Сдавать книги Да неужели Не понятно Что в государстве Такие люди Будут первые Которые будут Все разрушать И разбегать Он не может Постоять Ну разве Мусульманин Может так сделать Притом Дарилка да И он на снимках На видео Он обнимает меня Целует Благословляет И между нами После этого Ни одной встречи не было Что случилось А епархия Сказал То есть Своего мнения Нет Это полный Монкуртизм В церковных кругах Вот это новости Какие я вам сегодня скажу Попрошу Быть внимательным Вот прежде времени Сказать о ком-то Как-то нельзя Бывает человек Не понравился Ну В Библии говорится Не смотри По одежде По взгляду Там Господь сердце Только знает Ну нельзя От этого отойти Когда ты видишь Как человек Там одет И там Или Ну не пьяный И говорят Они Такие слова Прям небожественные И у меня такие в Mail.ru А у меня худо-бедно 5400 уже друзей И мне уже утром Сегодня я раз И 5400 от меня получили Что я хотел Писание Местописание Ну И вот одна Я вижу От нее ничего Как бы нет И вдруг Она мне сообщает Сегодня Умер И ромонах Иона В Одесском Мужском монастыре У Никто не сообщил Даже те Которые знают А я его знаю Мы у него были Это прекрасный человек Кротчайший Ну настолько он Кроткий Внимательный Ну, я просто много с людьми, со священниками встречаюсь и скажу, редкой души человек. И он умер. И у кого будет на душе Иона, Иона, который внутри кита был, помолиться за него. Чтобы его добрые дела были известны другим. Я говорю не о том, что там где-то, за него молятся все, но об этом мало кто молится. Чтобы его этот добрый труд, что он выковал такой характер, он отобразился во всех, кто знал его. Чтобы они желали подражать ему. Он, конечно, в московской патриархии был, но у него были. Нас никогда это не то, что не смущало, но мы считаем себя счастьем и разрывной Вселенской Церкви Православной. Вот.